Всем привет! Продолжаем проходить модификацию Долина Шорохов. Ну и вот сейчас мы, значит, пришли на эту базу сталкеров, где находится Максимилиан. А ему мы несем посылочку, которую перехватили бандиты. Но мы любезно у бандитов, ну нельзя сказать, что отдолжили, но забрали навсегда эту самую посылку. Так, тут, похоже, есть какой-то вход. Да, похоже, как на той базе сталкеров тоже. Подвальное помещение. Такс, ну что, драдуйте. Рокфеллер. Думаю, тебя заинтересует. КПК сталкера Вовки. О, дай-ка посмотрю. Ну да, здесь говорится, что Вовка выполнял какой-то заказ для Озерского. Он у нас штатный повар по артефактам. В западней нашей базы есть пещера, Озерский там со своим помощником обитает. Я могу купить у тебя этот КПК за 1500 рубчиков. А, Озерский там со своим помощником обитает, в западней нашей базы. Нет, пока придержу. Лучше, наверное, может, Озерскому отнести. Западние базы. А, пещера, западние базы. Где-то тут. Ладно, поищем. Так, ну а вот, собственно говоря, Максимилиан. Кто такой? Привет, я от Мутного. А, это ты? Мутный сказал, что ты уладишь вопрос с посылкой. Да, вот она, пришлось убить бандитов. Ну, значит, другим неповадно будет. Мутный сказал, что ты кого-то ищешь здесь, да? Да, ищу сталкеров. Труса, балбеса и бывалого. Видел их? Помню, были они здесь. Ребята вроде нормальные. Артефакт сердца Азиса искали. Потому и ломились в центр. Да только неспокойно сейчас там. Наемников, мать их, развелось. Так что, если хочешь ребят своих найти, то нам по пути. Продолжай. Ушли они с группой Радика. Некоторое время от них ни слуху, ни духу. Думали, уже все, пропали парни. Но недавно мы получили сигнал от Радика. Застряли они там без еды и боеприпасов. Ни вперед не могут пройти, ни назад. Единственный известный нам проход в центр контролируют наемники. Мы собираемся атаковать их лагерь. Мои ребята уже на месте. Твоя помощь будет очень кстати. Тем более выручить Радика и в твоих интересах тоже. Так что решай, ты с нами или сам по себе. С вами. Тогда можешь взять снаряжение у нашего торговца. И как будешь готов, подходи. Только смотри, я долго ждать не буду. Так, а что здесь делают наемники? Да, это загадка. Видать, кто-то не хочет, чтобы сталкеры рисовали свой нос к центру долины. А вообще, что можно рассказать о здешних местах? Ну, пустырь здесь был. Пока большой выброс всю землю не искорежил. Артефактов тогда на свет полезло, словно прыщей у подростка. Вот и переехали сюда сталкеры на ПМЖ. Пёрли сюда всё, что под руку попадалось. Строили времянки, укрытия. Думали, тут вечно клондайк артефактов будет. Но выбросы почему-то прекратились. И артефакты стали быстро заканчиваться. Так что скоро сталкеры отсюда свалят. И опять будет пустырь. Только искорежены выбросом и загажены сталкерами. Да, а как сталкеры умудрились только барахла сюда натащить? Дык, на военных и вертолетах и припёрли. У военных же приказ уничтожать сталкеров. Хм, брат, у высоких чинов зона это одно, а у простых вояк другое. Когда хрен знает откуда опасности ждать, либо в аномалии сгинешь, либо монстры загрызут. А в кармане хрен заночевал. Вот и рапортуют вояки, что так мол и так, в таком-то районе замечена активность монстров. Им приказ на зачистку вертолёт и боеприпасы. А реально эту вертушку сталкеры зафрахтовали и естественно, что никаких монстров в том районе нет. Сталкерам транспорт, воякам бабки да боеприпасы, которые потом торговцам сдают. Такая вот экономика. Понятно. Так, там чё-то ты говорил про снаряжение у торговца. Слушай, мне там Максимилиан снарягу обещал. А, ну да, тебе какую, больше по душе снайперскую или штурмовую? Давай штурмовую. Держи. Айс вал, 939. Ого. Так, слушай, а работёнки нет? Ну, не буду вдаваться в подробности, но тут это, было время, военные шабашили на вертушках, забрасывали нам всякое барахло там. Я, естественно, тоже с ними имел дела кое-какие. Но последние два вертокрыла не долетели. То ли сбили их, то ли в аномалии. Угодили, хрен их знает. Один свалился около базы новичков, так что там уже ловить нечего. А вот второй упал где-то ближе к центру долины. Вот как раз на нём был мой заказ. Пара стволов и ещё какое-то барахло. А самый главный ноутбук, я его давно ждал. В общем, найдёшь мой ноут, с меня причитается. Ну, а барахло можешь себе забрать, или я у тебя его куплю. Да уж, раньше никогда бы не подумал, что у военных здесь такой бизнес. Интересно, это им с рук сошло? Нет, конечно, но местных вояк после этого полуофицерского состава раком догнули. Больше к нам по воздуху барахло не ходит. Да. Давай к делу. Ну так что, найдёшь мой ноут? Ну хорошо, если найду, принесу. Так-с, ладно. Но у нас там, кстати говоря, перегруз. Я бы от чего-нибудь избавился. Допустим, давайте сделаем вот так вот. И поскольку он дал комбинезон заряда, мы, в принципе, можем повесить целый. А этот старый продать. Потрёпанный. Хорошо. В принципе, от пистолета, я думаю, тоже можно уже избавляться, потому что у нас есть айс вал. Так что давайте, пожалуй, сделаем вот так вот для экономии места. И, возможно, ещё перед походом стоит... Ну хотя, блин, уже айс вал есть. Можно сделать просто вот так. Вот так. И айс вал. А Абакан... Что с этим Абаканом делать? Он, конечно, неплох. Ну давайте сходим к технику. Посмотрим, за сколько он сможет его отремонтировать. Так, а у тебя вообще работка есть? Да есть тут одно дельце. Был у нас сталкер, Гена, не помнящий. Так скоммунистил он у меня ящичек с инструментами. Да ушёл с базы. Если найдёшь его, забери моё добро. Я в долгу не останусь. Ну давай. Так, а тебе случаем не нужны повреждённые стволы на запчасти там? Нужны. Видишь, ящик слева от меня. Скидывай туда ненужное железо. Я на досуге поговоряюсь и заберу, что мне нужно будет. Так, ладно. А сколько ремонт стоит? Допустим, вот. Две четыреста. Угу. Ну, как бы стоит оно того или нет. Честно говоря, по внешнему виду мне нравится больше АК, но по внешнему виду сравнивать оружие, это, конечно, такое себе. Но АК вроде стреляет неплохо. Хотя, конечно, немного проигрывает Абакану. В плане характеристик. Так что, честно сказать, я не это хотел. И ты уже забрал. Да. Неловко вышло. Ну ладно, я там хотел разрядить. Случайно выкинул. Так, значит, что мы будем сейчас делать с Абаканом? Вообще, я думал его починить. И как бы с ним можно было бы побегать. Потому что по характеристикам он, конечно, лучше АК. Но мне не нравится, как он выглядит без прицела. Особенно вот это вот какой-то... Короче, мне вообще Абакан не очень нравится по внешнему виду вообще во многих модах. Так что, блин, играть с оружейным вот этим модом Ганслингер и ходить с этим кривым Абаканом я, честно говоря, не хочу. Поэтому, тем более, что мы сняли с него прицелы. И теперь прицелы будут, я думаю, постоянно висеть на Айс Валя. Да. Так что, можете хейтить меня, можете не хейтить. Но я Абакан, короче, выкладываю просто на запчасти. Ну его нафиг. Так, ну и все, в принципе, мы готовы. Конечно, можно было бы купить еще немного патронов, если бы они продавались у тебя. Но, похоже... А, кстати, вообще такие патроны продаются у торговцев здесь? Ну ладно. В любом случае, я не хотел с Абаканом ходить. Ни камильфо. Так, я готов идти. Значит так, путь не близкий. Всякое может случиться. Поэтому не отходи от меня далеко. А то обидно будет провалить операцию на этой стадии. Договорились. Путь не близкий, говоришь? Ну ладно. Посмотрим. Так. Мы же там еще взяли другие задания. Нужно будет сходить... А, это неизвестная тварь. А больше меток нету? А... А я думал, нам поставят. Мы же там взяли на ноутбук задание. Найти ноутбук торговца. А, и даже в описании квеста ничего не сказано? Блин. А я толком не запомнил. Как-то так прочитал. Думал, ну ладно. Там поставят метку и все. Он там что-то говорил про упавший вертолет где-то. Ну ладно, потом на записи посмотрю, что он там говорил. Конкретно. Исходим. Найдем. Так, с Партифактиусом похоже ничего. Пока что, да? Ну ладно. Потом еще нужно будет вернуться, обыскать тайник. А мы сейчас бежим вообще куда? Вот сюда? Или нет? Опять-таки, я не особо внимательно сейчас вчитывался в диалоги. Потому что когда озвучиваешь, как-то часть слов проходит как будто бы мимо мозгов. Блин. Помогите. Да, что-то какое-то дурачество пошло. Не знаю, просто настроение хорошее. Так, там у нас вылезли, значит, какие-то полуснорки. Полу кто? Кстати, тоже, опять-таки, вот эти мутанты, по-моему, только в моде Долина Шороха встречаются. Я больше их нигде не видел. Странно, что их не добавляли. Хотя, может быть, в моде Смерти вопреки они были. Тихо. Но удивительно, что в ОП-2 их не добавили. Потому что в ОП-2 добавляют просто все. И вся. Странно, что их там нет. Но, может быть, в ОП-2.1 уже есть. Я просто не играл. Может быть, в ОП-2.2 будет. Будут они. Но, кстати говоря, Долину Шорохов, локацию я смотрел там прохождение. Андрея Шкрека видел, что эта локация там есть. Хотя, вроде, он даже там не был еще. Судя по тому прогрессу. Куда он там забрался? Ну, я помню, что просто он показывал как-то карту. И там эта локация была. Но, вроде как, в ОП-2.1 никаких квестов на этой локации не сделали. То есть, это уровень вообще такой проходной. И там вообще, по-моему, в него можно попасть. На него... То ли с помощью телепорта какого-то, То ли с помощью... Короче, по-моему, только с помощью телепорта. Ну, ладно. Это особого смысла не имеет. Что-то начал я про ОП-2 разговаривать. Сейчас будут писать в комментариях. А ты будешь проходить ОП-2.2? Я отвечаю, что нет, не буду. Потому что, ну его нафиг. Так. Значит, бежим мы в сторону контейнеров. Ага. А это у нас что за такие... Вышли. Мужики. Да все хорошо, постреляли. Перед тем, как рванем, Если со мной что-то случится, Найди группу Радика. Хорошо. Ну, а теперь слушай. План... 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 План проще не бывает. Ребята заложили взрывчатку на входе. Взрываем ворота. Вламываем себя... И кладем... Ну, а теперь слушай. План проще не бывает. Ребята заложили взрывчатку на входе. Взрываем ворота. Вламываемся и кладем их всех. Ты готов? Всегда готов. Понеслась. Бабах. Нет. Чуть позже. Хорошо. это были саунд-эффекты так жара пошла подождите я не готов я не готов я растерялся я растерялся еще все понятно сейчас подожди подожди не так быстро да подожди отлично так а может быть все-таки мы возьмем айс вал все-таки зачем нам его давали почему бы нет борщ так а что насчет чей я хочу засадить все ну что так перезарядка блин в ганслингере вот непривычно нажимаешь на r перезарядку и если другой тип патронов то он не заряжает автоматически что ты будешь тут блин мне стрелять так ну что кто там остался давайте прицел снимем временно так пока можно перебинтоваться ну-ка кто там спал ты жив до свидания так ты жив тихо 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 ты блин идиота кусок и где она взорвется а он наверху ох ты ж блин шахит так ладно сейчас подожди значит руфер называется да ну и где мы где мы тут ходим да подождите вы ты чё вообще руфер читер да виталик дед вот тебе и дед что же все задание выполнено что дальше да не знаю что дальше пойдем сейчас кем-нибудь поговорим так ну ка пока все можем собрать для того чтобы у нас был перегруз подходи пообщаемся неплохо неплохо держи скромное вознаграждение две аптечки три бинта золотая рыбка да спасибо я сообщу радик о твоих подвигах так что он поможет себе чем сможет только ты это отнеси ему немного провизии слышь я тебе не верблюд всякую хрень на горбу таскать хорошо так провизии радику радику где-то здесь он сидит обитает ладно опа с собой можно поторговать о прохор ты-то мне и нужен а ты ничего не покупаешь ну ладно тогда не нужен так ну хотя патроны и как мы прям попали как-то называется в музыке в тон вместе с этим фоновым звуком так значит давайте тогда сделаем просто вот так вот потому что таскать это чинить нет никакого желания и все но золотая рыбка это конечно хорошо но пока перегруз вроде еще далеко мы справляемся так что вешать хотя ну ладно чуть позже так это сюда это сюда давай выпивай запивай так тут еще целая куча стволов которые мы просто так не можем пропустить до особенно вот айс валы потому что патроны геркулес которому мы не будем использовать конечно же берем так айс валы айс валы это хорошо но я смотрю их тут мало так бориска сосиска ну-ка а еще кто юрик жадина ничего больше интересного я тут не вижу ладно так вроде ничего лично не личного до личного и лишнего не взяли хорошо так значит топаем на 180 градусов разворачиваемся еще немного и держим вот путь туда до сторону стрелочки какой-то бред я сегодня несу но такое бывает опять напишут опять в девками в кабака в пил стандартный комментарий да но на самом деле я уже объяснял по этому поводу кто знает тот поймет так опа а мы кстати говоря пришли к вертолети усу вертолети ус а тут на случаем ноутбука не будет не знаю не знаю сейчас посмотрим так 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 а это обыскивается закрыта на ключ а у вас ребята ключи есть ключ ключи ключицы ну ключицы у вас точно есть а ключ и ключи непонятно а где ж тогда раздобыть сей предмет придумали ладно прохладно и чё и как вернемся попозже хорошо попозже значит вернемся ладно без проблем возможно у кого-то мы найдем еще этот ключ может быть кто-то унес так хрю хрю вы меня не интересуете так нам куда-то дальше нам куда-то дальше через кусты через речи 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 расщелины кстати вот некоторые говорят расселены я говорю расщелины как правильно не знаю как-то расселены мне немного режет ухо хотя знатоки в комментариях скажут ты ставишь ударение там неправильно там там что тело может резать но не знаю как-то расселены такое себе так а мы тут вообще что-то как-то идем какими-то круглями описываем виражи так хорошо тайничок морячок хорошо причем морячок тут не знаю не но точно сейчас комментарии будут писать что я набухался не такого не было я вообще не пью и как бы мне не нравится алкоголь вообще в принципе никакой просто неприятно просто невкусно единственное что мне нравится это возможно вот если алкоголь с сахаром типа вот мороженое с коньяком в принципе неплохо если вот немного совсем коньяка и боились тот который кузнецов любит он принципе только значит мы заговорили про алкоголь так модификация сразу решила вылить вылечиться до вылетится решила модификация вылетела нафиг я вот сейчас загрузился и смотрю тут какие-то наемники сидят решил дай пойду познакомлюсь а вдруг у вас ключи есть от ящика с вертолета и может у вас ключи есть и вы такие идиоты даже не проверили этот ящик еще знаю сейчас посмотрим так ну и кто там будет писать что калаш говно посмотрите как стреляет просто шикарно как по мне стреляет так серёга совок на 1 так как ключи у кого-то у кого-нибудь есть линия лёня леня везучий кто еще бритва пельмени наемников замочили а ключа не нашли а чё тут эти наемники делали можно не по какому-нибудь квесту в будущем нужны были а я их уже того не знаю ладно топаем дальше я надеюсь тут все прогрузится что-то непонятно из-за чего случился вылет будем верить что все получится давайте может быть зайдем с другой стороны как люди через трубы а не через дерево так и значит пока все хорошо пока все хорошо я хотел сказать как началось и закончилось ну ты дал чертила в натуре да ладно может быть как раз таки в прошлый раз этот товарищ и не прогрузился из-за чего вылет случился да хватит меня блин засасывать так ну что кто у нас тут здравствуйте здравствуйте тебе чего тут надо stalker захар заноза я это от максимилиана а проходи только с оружием не балуй понял так а фонарика можно побаловаться ну-ка 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 ребята смотрите как у меня фонарик у кого такой есть а не у кого только у меня кто такой чё надо да я это от максимилиана а он передал что ты харчей принес чёшь ну тогда вот принес о спасибо но рассказывай что хотел я тут это ищу сталкеров труса балбеса и бывалого максимилиан сказал что они ушли с вами да нам было по пути вот и скооперировались только один из них трус откололся еще до контейнеров он вроде с артефактом каким-то решил полезть договорились мол встретит на обратной дороге тут в то время спокойно было а мы двинули дальше ну и напоролись на отряд наемников там блин не отряд была целая армия мать их бывало с федором шли впереди только и успели предупредить нас каких взяли в плен сражаться там без понту было мы рванули назад один из моих ребят уснул и балбес в трамплин попал позже мы ходили туда вот держи его кпк ясно понятно ты это не подумай мы своих не бросаем просто в той ситуации не было выбора все бы там полегли сейчас мы собираемся федора и бывалого из плена доставать ты с нами да с вами тогда вникай атаковать в лоб нельзя ребят скорее всего убьют тут хитростью надо брать запустим к ним трояна 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 сидишь ну рассказывай надо достать костюм наемников и кпк одного из них затем ты переодевшись бухой проберешься к ним на базу найдешь ребят подашь нам сигнал а пока мы будем атаковать лагерь ты будешь охранять парней такой вот план неплохой план значит так иди на базу забери у торговца костюм наемника фигасе откуда у них такой костюмчик это когда с максимильяном по рации я связался то попросил чтобы он заказал бандеролью один экземплярчик на всякий случай пригодилось как видишь а что здесь делают наемники а хрен их знает одно ясно их заказчики не хотят чтобы сталкеры шатались в центре долины ну пока так значит переодеваемся в бухого наемника опять блин переться хрен знает куда ладно ладно интересный план ты придумал конечно но хорошо так со что с вертолетом то делать где ключ отлично я уже выживаюсь в роль бухого наемника да похоже целую серию вживался в роли так что делать с вертолетом не знаю и так значит что касается ноутбука в общем как оказалось там вроде как на этом ящике которые заперты должен был лежать документ или блокнот блокнот капитана вроде как в котором говорилось что мол я забрал ключ и ушел там каком-то там направлении но ушел он этот самый капитан вот сюда в район этой пещеры но почему-то этого блокнота там не оказалось не знаю может быть из-за ганслингера может быть как-то провалился этот блокнот под текстуры хотя причем тут ганслингер ну короче почему-то блокнота там не оказалось но в общем нужно топать нам в эти вот пещеры и тут мы принципе видим на карте вот лежит какой-то военный капитан козлов и у него имеется ключ и вот с помощью этого ключа спиногрыза прибежали с помощью ключа все загрызут сейчас ну вас нафиг с помощью этого ключа сейчас мы пойдем откроем тот ящик вернулся я к вертолету ну и где блокнот так кстати может мы его подобрали и не заметил да нет вроде но зато теперь открыть этот ящик мы можем значит вот он ноутбук также тут три абакана два стальных шлема свд патронов целая куча и мы это все конечно унесем потому что мы сделаем вот так вот вот так вот давайте вот так вот давайте тяжелые гранаты все унесем хорошо и кстати там мы же от радика получили кпк я не показал кпк вот этот вот балбеса но здесь по сути ничего не сказано в описании всего отлично так теперь значит отдать ноутбук торговцу ну в принципе можем прямо сейчас туда и отправиться я думаю как мы тут пройдем а как мы тут пройдем а туда я наверно не долечу блин ладно придется а туда лезть можно в принципе да можно и слушайте у нас есть геркулес мы его на удивление используем так что не надо писать что понабирал там 6 геркулесов ничего не пьет все пьется все используется как надо да отлично и еще пока не забыл давайте заглянем вот сюда вот нам же блин этот вася которого мы спасли в прошлой серии говорил что на складе контейнеров где-то вот по центру растет дерево здорово на котором есть тайник и вот сейчас как бы этот тайник можно было бы попробовать найти так стоп а тут кстати говоря есть торговец может быть мы ему тогда занесем сейчас и продадим некоторые вещички здорово иван колбаса ну ты даешь так ну ка сейчас секунду значит опять такие баканы уже в хорошем состоянии но наверное все равно брать мы их не будем хотя конечно по характеристикам а к проигрывает прям так удобности точность но мне не нравится этот ствол ну посмотрите как он выглядит ну вообще фу так что нет продаем продаем 4 400 патронов ну блин конечно хотя бы немного разгрузиться хотя это конечно дебилизм продавать патроны а куда их тут сбросить я все равно за ними не вернусь даже если выложу так что ну давайте проверим вернусь и за ними или нет так оставим давайте ну давайте побольше оставим потому что я знаю что не вернусь за этими так значит давайте еще продадим шлем у нас сверх м12 стальной шлем ну конечно что конечно но тут броня получше будет а фонарик есть фонарика нет ни там ни там да мне просто весело хорошо тогда давайте продаем два шлема я бы купил еще дроби который у тебя не продается почему-то немного совсем есть жикан ну ладно хотя бы жикан пускай будет пока что так и значит детектор продаем а со своей дешкой что делать я не буду ее использовать но какая нафиг свд-шка у нас есть айс вал так что ничего не буду говорить так и все можем принципе топать двигать отправляться но сейчас еще несколько раз перезагружу перезагружусь куплю дроби а и кстати наверно как идиот сейчас закупаюсь по самым дорогим ценам потому что он тут и говорит ну и цену у тебя офигеть главный герой доставка обходится дорого вот тебе и цены а последний груз вообще пропал вместе со сталкером который вынес а что кинул тебя сталкер да да не ванька сусанин не кидала хотя было дело завел отряд бандюков в глухую аномалию а что случилось ванька везде находил короткие тропинки потому и работал быстро так вот он нашел пещеры по которым путь отсюда к выходу из долины можно сократить правда сталкеры этой дорогой не ходят аномалия там мозги закипают но ванька хвастался что нашел артефакт с которым ему эти аномалии не страшны крайний раз он сообщил мне по рации что уже на подходе но дальше связь пропала я на всякий случай скинуть себе координаты входа в пещеры если найдешь там ваньку забери у него мой товар я в долгу не останусь такс слушаю тебя ага тут в принципе рядом добраться до пещеры ну давайте доберемся но у нас ладно хорошо доберемся без проблем сав в принципе недалеко так уж и быть сейчас по-быстрому сбегаем и вообще хотел проверить тайник на дереве я сюда пришел ради этого тут начинаются сначала сбегай продай сначала вон тайник я вижу его уже потом сбегай найди а как тебя достать фокус фокус сейчас будем проворачивать а как тебя достать вот нужно как-то сюда наверх залезть потому что там но в принципе конечно если бы играть в руферов в руферов паркуристов но блин долететь сверху наверное все таки возможно ну давайте давайте попробуем чё бы нет чё бы нет так ну-ка сейчас оба на хорошо мы здесь и что за тайник это мы возьмем это мы возьмем глаз принципе тоже можно взять это у нас ради протектор не знаю зачем он надо вообще когда его использовать но ничего не весит так что можем взять энергетики бинтов целая куча кто-то писал кстати не брать больше с собой больше десяти аптечек мы берем как всегда больше может быть я выложу где-нибудь часть когда-нибудь потому что не выложу бронебойные патроны давайте оставим здесь обычных немного вот так вот вот так вот вот так вот хорошо и топаем дальше значит пещера неизведанная нас ждет посмотрим что там будет кто там потерялся кто там пропал так вот где-то тут где-то тут говоришь да вот дратути так но это надо сохраняться ну что полетели о папа о папа а я что-то такого не помню да я много чего не помню но такого точно не припомню так там подъем наверх а там не знаю давайте пока сюда а это наверное это адекватный вход здесь находится ладно хорошо консервы набрать не будем ладно ну давайте прогуляемся посмотрим кто там где там что там да конечно блин прикольно контролериус блин а у меня нету пси защиты тихо где контролериус да тихо подожди не наверно до него не доберешься или здесь нет контролера я просто хотел пробежать всех зомбаков и сразу с контролером разобраться или это просто какое-то место такое с пси воздействием а кстати говоря между прочим у шлема заслон который мы продали пси защита была лучше ух ты нифига вы сайс валов что ли лупите так ладно я пока туда заходить не хочу прям так по-серьезному давайте максимум отсюда уничтожим ну и вроде все так дворники тут какие-то так а чё чё это у меня вы меня так неплохо прикладывали вроде я думала и свалы у вас а здесь обычные баканы интересно так а вот этот труп похоже здесь да неспроста лежит потому что этот этот именно самый васька с ящиком торговца а также кубиком рубика пси защита плюс 30 давайте сразу тогда делаем а я более на я все тогда не унесу блин а чего не положили психоделин но винторез уже брать не будем и шо и шо подожди так ну что что вот это выкидываем и все ходить можем ходить можем да делаем вот так вот все возвращаемся обратно к торговцу больше тут вроде делать нечего партифакте усом проверить надо ничего ну пойдем тогда ну шо иван держи свой товар ваньку убили зомби в пещерах никогда не знаешь откуда ждать беды 5000 но бывай все похоже что все здорово давайте сейчас спустим деньги на техника которого я блин еще не с той стороны а ты где ты должен быть тут или ты наверх забрался что ты блин капец ты спрятался хотя вроде я у тебя уже чинился но все равно так значит это починим это починим это отремонтируем это отремонтируем это отремонтируем а этот ствол я не знаю кто то купит я не посмотрел там продажи он берет его не берет не знаю ладно потом посмотрю так и что дальше дальше что нужно топать да мы там не след вообще нет ни сюда или сюда да мой ноутбук несли все правильно так что пойдем отнесем ноутбук ну что значит я нашел ноутбук ну ты даешь нашел держи за него 7 500 а еще радик сказал взять у тебя костюм наемника держи кстати вон stalker стоит лёха лось скучно ему тут хочет радику помочь если лишняя пара рук не помешает возьми его с собой парень толковый вроде ладно так ты скучаешь здраво мэн я услышал ты крадику направляешься я хочу помочь а то засиделся уже здесь а вдвоем то на всякой веселей ну пойдем и мы сразу переместились да ой так уже операция началась а я уже хотел серию заканчивать а чё это вы так без предупреждения так а чё там у нас метка стоит какая надо поговорить костюм наемника необходим для проникновения на базу но мы все равно давайте на этом прервемся продолжим следующей серии так что всем большое спасибо за просмотр с вами был хьюк всем удачи и пока удачи